Здравствуйте, ребята! Профессиональный колледж имени Анвара Исмаилова, дисциплина освоение навыков WorldSkills. Тема – полуфабрикаты сложного приготовления из мяса. Стейки. Преподаватель Габрильянц Элеонора Арутюновна. Цель занятия – отработать единые требования и приемы по приготовлению тепловой обработки мяса. Выработать у учащихся логическое представление об ассортименте блюд из жареного мяса. Формировать практические умения и навыки по приготовлению и оформлению блюд из мяса. План занятия. История стейков. Классификация стейков. Виды прожарки мяса. Слово «стейк» означает «жареный кусок мяса». История стейка берет свое начало в Древнем Риме, когда в храмах осуществляли ритуал жертвоприношения. Легенда гласит, жрецы жарили большие куски говядины для того, чтобы поднести их на жертвенный алтарь. Один из жрецов, выполняя ритуал, уронил горячее мясо. Он сразу заметил, что на пальцах остался мясной сок, который поразил его чрезвычайным ароматом. Не сдержавшись, он попробовал его вкус и таким образом, сам того не замечая, стал первооткрывателем стейков. С тех пор стейков принято называть кусок мяса, приготовленный на открытом огне. Стейк с английского языка переводится как «вырезка», то есть это толстый кусок мяса, вырезанный из туши животного или рыбы, строго в поперечном направлении. В мировой кухне существует больше ста способов вырезки и приготовления стейка. Названия этих видов являются следствием влияния американской культуры и считаются классическими. Для стейков подходит мясо лишь из тех участков туши, мышцы которых не участвовали в двигательной активности. Отделяется мясо пластами толщиной от 3 до 5 см, нарезаемыми в поперечном направлении. Подобная разделка позволит потом жару равномерно проходить через поры волокон, быстро нагревая мясо до нужной температуры. Виды стейков. Стейк рибай, филе миньона, стейк портхауса, стейк шатабриан. На сегодняшнем занятии, ребят, мы рассмотрим все виды данных стейков. Стейк рибай, риб стейк используется кусок говядины между 5 и 12 ребром под лопаточной части, часто подается на косточки, а слово глаз означает форму поперечного среза. Мясо вырезается из спиной части из толстого края, самой длинной мышцы спины и содержит небольшую реберную кость. Тибон. Бон от английского «кость». Тибон – стейк. Большой стейк с Т-образной костью, разделяющий два вида мяса на границе спиной и поясничной частей. С одной стороны косточки располагается филейное мясо тонкого края, обладающее ярко выраженным мясным вкусом, а с другой – нежное мясо в средней части вырезки. Портхаус стейк – самый большой и самый сытный стейк из поясничной части. В стейке портхауса гораздо больше вырезки и почти нет тонкого края. Стрип лоин стейк. Стрип – полоса, лоин, филе или поясница. Стейк из поясничной части, тонкий филейный край. Стрип лоин состоит из крупных, но очень нежных волокон и обладает концентрированным говяжьим вкусом. Раунд драм стейк. Вырезается из верхнего куска тазобедренной части. Сирлоин стейк. Вырезается из поясничной части спины в области головной части вырезки. Филе миньон. Самый постный и самый мягкий стейк из центральной части вырезки. Подается небольшими кусочками толщиной в 6-8 сантиметров. Бифштекс или стейк – филе. Вырезается из главной части говяжьей вырезки. Шатабриан – это толстый край центральной части говяжьей вырезки. Процесс создания этого стейка довольно сложен вследствие его толщины и неправильной формы. Его готовят очень медленно. Обратите внимание, степень его прожарки должна меняться по мере продвижения в глубину. От сильно прожаренной корочки через слои полной прожарки и промежуточной прожарки до состояния с кровью внутри. И завершаясь почти совсем сырым мясом, лишь чуть тронутым нагревом в самом центре. Торнидос – маленькие кусочки из тонкого края центральной части. Используются для приготовления медальонов. Скирт стейк – не самый нежный, но очень вкусный кусок мяса из пашины. Ребята, обратите внимание, время приготовления стейка может варьироваться в зависимости от формы, размера и метода приготовления мяса. Во время измерения температуры внутри мяса постарайтесь не касаться кости или жира, чтобы показания были точными. При определении степени прожарки стейка необходим специальный щуп с термометром. Введите острую часть щупа в стейк и измерьте температуру в середине. Снимайте мясо на 5-7 температуру градусов Цельсия, ниже желаемого значения, и дайте ему отдохнуть. Во время отдыха мясо его – правило прожарки мяса. Определение степени прожарки стейка можно выполнить при помощи руки. При этом, если надавить указательным пальцем одной руки на расслабленную подушечку, возле большого пальца другой, то это будет примерно соответствовать мягкости мяса степени прожарки. Степень прожарки БЛУ или РЕ. В разрезе это сырое мясо на 75% с легкой корочкой, сформированной всего за 1-2 минуты прожарки. После этого мясо должно около 10 минут томиться в фольге и подается посетителю. При этом температура внутри стейка должна быть порядка 45 градусов. Степень прожарки МИДИУ – полусырое мясо с минимальным количеством крови, приготовленный при температуре 57-59 градусов в течение 5-6 минут. Стейк становится сочным и ароматным. Идеальный вариант для любителей насыщенного и яркого мясного вкуса. МИДИУ – стейк средней прожарки мяса наиболее распространен в кулинарии. Температура внутри стейка 60-62 градуса. При приготовлении 6-8 минут кровь из мяса исчезает. На срезе сочится ароматный розовый сок. Well done. Стейк к такой степени приготовления можно еще назвать почти прожаренный. Мясо на срезе уже больше серо-коричневое. Сок при нажатии уже прозрачный. Температура внутри стейка при такой прожарке составляет 65 градусов. Ребята, исходя из пройденного материала, ответьте на следующие вопросы. Используя учебную литературу и электронные ресурсы, заполните таблицу. Список использованной литературы вы увидите ниже. До встречи на следующем занятии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова